Сейчас мы должны сплотиться вокруг позиции страны и на своем месте подносить, что называется, проекты, да, на фронте снаряды, то здесь проекты. Нет войне! Нет войне! Нет войне! Нет войне! Мне жена говорит, первое, что бы я сделала, если бы это все кончилось, поехала бы волонтером останавливать Украину, потому что это чувство вины, да, оно, оно есть. Латинская буква «З» стала символом спецоперации Вооруженных сил России на территории Украины. Этой загадочной буквой отмечена участвующая в операции боевая техника, и теперь именно этим символом жители России выражают поддержку защитникам мира. Знак всеобщего объединения даже здесь, в Нижнем Новгороде. Мы очень хотим на самом деле прославлять нашу Россию и не хотим, чтобы у нас был раскол в обществе, особенно среди молодого поколения. Мы, во-первых, вырастили вот этого вот монстра здесь у себя. Мы сначала позволили ему ликвидировать все гражданские свободы и политические действия, развязать политические репрессии. И мы это позволили, российское общество, мы позволили. И, конечно, если говорить о тех акциях, на которые я выходил здесь, да, они прежде всего были продиктованы моим чувством личного стыда какого-то за то, что происходит и делается от моего имени. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас же многие выезжают из России, да, те, кто не согласен с тем, что происходит. А вот что с вами? Не планировали? Вы знаете, для меня это сейчас большая дилемма. Вообще, я всегда рассуждал вот так по чесноку, да, что коли меня Господь сюда привел, вот в эту страну, в этот город, то главным образом здесь мой и окоп. Я вижу в сложившейся ситуации, на самом деле, как минимум, несколько угроз. Во-первых, это угроза братоубийственной войны между братскими народами России и Украины. У этой войны нет ни одного бенефициара, кроме Путина и, может быть, какого-то небольшого окружения, которое действительно одержимо, наверное, этой идеей, я даже не знаю, как ее назвать, ну, какого-то мирового господства или какого-то самоутверждения болезненного, я не знаю, вот этой национальной гордыни, которая очень сходна у всех диктаторов, да, у нацистов она такая была. Флэшмоб в Нижегородском парке Победы провели молодежные движения. Участники выстроились в виде буквы «З», подняли над головами таблички цветов российского флага, хором исполнили патриотические песни. Ну, во-первых, я никогда никаким активизмом не занималась, то есть только с началом этой войны я стала ходить на антивоенные митинги. И придумала вот эту акцию с плакатом. А почему я не могу говорить просто от своего имени? Я гражданин, у меня есть гражданская подпозиция. Я женщина, я разделяю страдания других женщин. КОНЕЦ КОНЕЦ Ты участник акции. Почему ты считаешь, что ты должен выходить? Почему ты не боишься? На самом деле я боюсь. Просто не выходить еще страшнее. Потому что рано или поздно все это все равно закончится. И ты будешь жить с чувством того, что ты мог что-то сделать, а ничего не пытался изменить. Наклейки с буквой «З» и призывом «Своих не бросаем» размещают на автомобилях участники автопробега в поддержку российских военных. Хочется передать ребятам, которые действительно там воюют, за них боль. Как мама, как жена. Конечно, хочется сказать им. Ребята, держитесь. Все матери России, все сестры России, все за вас. 35 автомобилей с буквами «З» флагами России, ДНР и ЛНР проехали колонны по центральным улицам за речной части Нижнего Новгорода до Стрелки, место слияния «Аки и Волги». Здесь некоторые участники автопробега тоже выстроились в букву «З». «З» – последняя буква латинского алфавита. Конечная точка, где все слова уже сказаны. У меня в Украине друзья живут, которым я, кстати, летом собирался ехать. Но так случилось, что не поеду я никуда в ближайшие лет 10, наверное, как минимум. Да и не только это. Даже если бы у меня никаких друзей там не было, просто там же люди мирные живут. Я видел видео из Украины, разных блогеров украинских, и видел, как там люди вообще общаются между собой, и никакого нацизма там нет. Я у подруги еще спрашивал, типа, если я приеду в Украину, меня там, наверное, ненавидеть будут, за то, что я русский. Она говорит, что с ума сошел. Конечно же, нет такого. У меня там много друзей и коллег, в том числе с которыми мы работали во время боевых действий 2015 года. С обоих сторон конфликта мы собирали и документировали информацию о военных преступлениях. И это мои друзья, которые сейчас находятся под бомбами, которые в тяжелых обстоятельствах находятся. Мне безумно страшно за каждого из них. Я понимаю, что... Наши акции могут выглядеть жалкими, смешными, беспомощными. И если мне мои украинские друзья скажут, ну слушай, мы тут под бомбами, а вы даже не можете что-то сделать, я это приму. Но тем не менее, вот это чувство стыда, оно заставляет делать что-то, чтобы хотя бы сказать, что не весь русский народ, не все россияне зомбированы этой пропагандой и готовы отдавать Украину на съедение Путину.